Всем привет, друзья! Очередное видео для вас. Кому-то интересно, кому-то неинтересно, это болезни пчел. Они встречаются, и мы должны знать. Если мы этого не знаем, а особенно гнилец, европейский, он распространен повсеместно, откуда берется гнилец? Эта статья проводила все опыты в Институте Пчеловодства в бывшем Советском Союзе. Подписано тут, Институт Пчеловодства. Журнал 1963, номер 8. Ставьте лайки, подписывайтесь, не забывайте сказать спасибо. Меня всегда радуют ваши отзывы, комментарии, или что-то вам нравится, напечатайте, или не нравится. И это уже мне понятно, что я имею контакт с живыми людьми. Итак, читаем. Журнал 1963, номер 8, Человодство, страница 42. Европейские гнилецы растения. Существуют микроорганизмы, которых называют эпифитами. От греческого слова эпи, над и фитос, растения. То есть, над растениями они, на растениях. Они живут и развиваются на растениях, усваивая аминокислоты, сахара и другие питательные вещества, выделяемые листьями и другими частями растений. Характерная особенность этих микроорганизмов заключается в их способности переходить с семян на зеленые части растений. Пчеловодам давно интересовал вопрос о возможности развития и жизни микробов-возбудителей гнильца на растениях. И тут указываются пчеловоды-ученые. В 1874 году Шенфельд из Сербинова также считали медоносное растение одним из очагов заражения гнильца. Обратили внимание, откуда гнилец берется? То есть, пчелу собирают мед и заодно попадает этот гнилец в гнездо. Красикова в 1955 году провела бактериологическое исследование медоноса вокруг пасек, неблагополучных по европейскому гнильцу. Возбудитель этой болезни бацилла альвей была обнаружена на всех растениях и в 32% случаях в обножке пчел. Но бактерии Плютон и Стрептококки, Апис, не были найдены ни на растениях, ни в обножке. То есть, европейский гнилец живет на растениях. Обратили внимание. А остальные бактерии, которые американского, они не показаны здесь, что они попали на эти растения. Далее, что они сделали? Они проводили опыты. И вот, что они тут сделали. А как же влияют возбудители гнильца на растения? Ведь известно, что многие бактерии обладают свойствами задерживать процессы развития животных и растений. Чтобы выяснить это, мы поставили следующий опыт. Часть семян гречихи, фацелий, синяка, бобов посели в стерильную землю. А другую часть семян тех же растений проращивали на вате, смоченной водой с культурой бактерий Плютон, Стрептококк, Апис и Бацилла альвей. Прорастание семян на вате, смоченной водой с возбудителем европейского гнильца запоздало на 1-3 суток. То есть, медленное развитие. Количество проросших семян было в 3-12 раз меньше. Оказывается, на растения сильно влияет. Чем в контроле? Чем там, где не были зараженные семена? Особенно сильно затормашивающее развитие свойства проявлялись у бактерии Плютон. Затержка микробами-возбудителями гнильца прорастания семян и развития растений указывает на наличие в них вредных веществ. Пораженные инфекцией европейского гнильца пчелиные семьи также могут задерживаться в развитии еще до появления в них мертвых личинок. То есть, от самого начала уже, как говорится, развитие идет заторможено. Ранняя весенняя пересадка пчелиных семей в хорошо очищенные, дезинфицированные улей и на пасеках, неблагополучных по гнильцу, профилактическая обработка их антибиотиками подавляет развитие и накопление микробов-возбудителей гнильца в пчелином гнисте. То есть, обязательно против гнильца надо делать профилактику. Антибиотики, это в первую очередь пенициллин и другие, добавляются, я уже говорил во многих видео, в сахарный сироп по весне. Своевременное подавление жизнедеятельности вредной микрофлоры в пчелином гнисте предупреждает задержку в развитии пчелиных семей и появление видимых признаков гнильца, гибели, расплодов. Но это уже когда, как говорится, семья зараженная, поэтому, когда пчелы употребляют по весне небольшую дозу сиропа с пенициллином, то они, эта профилактическая работа обязательно проводиться по весне нужна. Мы живем в данный момент, сейчас февраль 2018 год, то поэтому позаботьтесь на эту тему. И немножко тут пару интересных вопросов, которые вам важно будет знать. Нужна ли пчелам вода зимой? Откуда они берут ее? Ответ. В первую половину зимы, пока в гнездах пчел нет расплода, вода им не нужна. Им достаточно влаги, которую они получают из меда. Исследования показали, что в медовых зобиках пчел мед имел такое же содержание воды, как и в ячейках сотов, которые они распечатали внутри клуба для своего питания. С появлением расплода с конца февраля и в марте, именно в данный момент, сейчас, вода пчелам становится необходимой для приготовления молочка. Нужную воду пчелы получают опять же из меда, благодаря его гигроскопичности. Мед способен вбирать влагу и разжижаться тем сильнее, чем влажнее будет воздух. По весне воздух зачастую влажный, и поэтому это все содействует правильному развитию семьи. Есть еще весьма интересный вопрос, заострю ваше внимание, чтобы вы поняли, что это очень важный вопрос. Могут ли перезимовавшие пчелы принять участие в медосборе, который начинается в июне или в первых числах июля? Не могут. Точные наблюдения показали, что перезимовавшие пчелы полностью заменяются молодыми в течение 30-35 дней после весеннего облета. То есть, приблизительно 35-40 дней, когда вы выставили пчел, они облетались, матка начала сеять, пошел расплод. И вот в этот расплод полностью новый выходит, а старые заменяются. Определили это следующим образом. В одной из семей пчел сразу же после выставки матка была заменена новой, которая давала пчел иного цвета. То есть, другого цвета. Если пчелы были черные, то она давала желтые. Если желтые, то матка давала черных. Чем перезимовавшие? Последующие наблюдения показали, что через 30-35 дней все пчелы семьи заменились пчелами от новой матки. Следовательно, если пчел выставлять в вашей области во второй половине апреля, то ко второй половине мая старые пчелы будут заменены молодыми. Перезимовавшие пчелы с успехом используют лишь взятки с ивы и других ранних медоносов. Чем больше пчел перезимуют в семье, тем больше они вырастят молодых пчел, которые смогут работать на главном взятке. Еще интересный вопрос именно на эту тему. Обратим внимание. Известно, что пчелы, выведенные летом, гибнут зимой или ранней весной. В связи с этим возникает вопрос на целесообразность ли отобрать летных пчел осенью и организуя их слет, а в зиму оставлять только молодых пчел, которые хорошо зимуют и весной способны выращивать расплод. Ответ. Опыты показывают, что при благоприятных условиях содержания могут перезимовать все пчелы семьи, как молодые, так и старые. Семьи очень часто зимут с незначительным отходом пчел, поэтому не следует думать, что старые пчелы в семье должны обязательно погибнуть в течение зимы. Они не могут выращивать расплод ранней весной, но облегчают зимовку молодых пчел и вовсе не являются ненужным балластом в семье. Как это часто думают? В клубе часть пчел выполняет роль обогревателей, и другая часть сидит неподвижно, пользуясь готовым теплом. Проводились опыты, при которых сравнивали зимовку семей с пчелами всех возрастов, зимовкой такой же по силе семьи, от которых отобрали осенью старых пчел. Выяснилось, что отбор таких пчел ослабил семью, но отнюдь не улучшил их зимоку. Ослабленные семьи хуже развивались весной. Итак, обратите внимание, друзья, все, что создал Бог, правильно развивается. И поэтому, если с осени у вас семья имеет и старых, и молодых пчел, то эта полноценная семья способна перезимовать хорошо. И они отнюдь не лишний балласт, но помогают вам. До встречи, до свидания. Скажите спасибо.